Марина, расскажи, пожалуйста, что у тебя за проблема и как она проявляется, когда началась такую предысторию небольшую, с чем нужно поработать с тобой. А что с тобой происходило физически, что ты чувствовала? Это не то, что как боль начинает болеть, потом все больше и больше, оно просто резко стучит в сердце сильно, горит внутри все и понимаешь, что ты все, а ты убираешь, если ты не понимаешь, что происходит, мне кажется, что ты сейчас умрешь здесь и такие куча мыслей, типа, блин, ты сама молодая еще, а дети, а что будет? И вот тогда, когда она мне дала таблетку, я тогда еще не знала, что это такое, я думала, что у меня проблемы со здоровьем, сердцем, что это такое по мною. И все у меня прошло и долгое время это не беспокоило. Это был один раз, она смеялась, говорит, а, ну понятно, я тоже так думаю, что я умираю, руки положу на тебя. Но она, это слово именно, паническая атака, я этого не слышала. То есть это было паническая атака у тебя, как потом выяснилось? Да, да, потом, когда уже стало это повторяться, я стала вспоминать, когда это началось, и я поняла, что, да, действительно, это тогда было в финале. Извините, как часто у тебя, кстати, не сейчас? Было вчера, было вчера в последний раз, до этого было, да, пару дней назад. Есть моменты, когда у меня это ощущается остро, но я же говорю, так как я с этим, я поняла, что это, я как-то пытаюсь бороться с этим. Ну, я как-то успокаиваю, дышу, но вот даже вот позавчера, ну все, я говорю, неплохо, что это действительно плохо, я задыхаюсь, немало будет, опять начинает полотиться сердце, я вот, и пытаюсь себя как-то успокоить, и я, в общем, очень спала, ну все, я умру, я задохнусь, вот. Это было вечером, да, у тебя? Да, это вечером. То есть паническая атака у тебя начинается обычно к вечеру? Нет, я не скажу, нет, тем конкретно, что да, у меня только вечером, оно бывает в любовь, вообще, я могу встать, вроде бы все хорошо, все классно, как бы, ну вот, эректа начинает вот это, печет внутри все, у тебя начинают колотиться руки, ощущается дыхание, и, ну, так как я же говорю, это часто, я почитала, что это, контролировать себя, пытаться, что, ну, возможно. Я понял тебя. Хорошо, скажи, как ты вообще пыталась как-то, может быть, до этого как-то с ними работать, пытаться их проработать? Ну вот, я же, я не знала, что это такое, я пошла к врачу, уйди, сердце, потому что, ну, все, это, наверное, что-то сердце, какие-то проблемы, все, может быть, не так. Я, я, он мне посмотрел, сказал, ну, у вас что-то там есть, ну, там, жить как бы будете, а я объясняю, что я ложусь спать на левый блок, и у меня начинается вот это вот это вот, я вот опять выдыхаюсь, печет все внутри, все колотки мне говорят, а, ну, так это у вас помечистые атаки. Ну, это было, наверное, года полтора-двадцать, я такая, психические атаки, думаю, да ладно, да не может быть, что у меня это было. Я вообще, это, я молодой, здоровый организм. И тогда я уже, мне стало интересно, мне стало это читать в интернете, и я такая септонная сразу, да ладно, эти беды, у меня это есть. И я потом стала за собой просто следить, в какой момент происходит, что я чувствую при этом. Ну, как бы, как я боролась, начинала дышать просто, и сама съездка, так, все хорошо, тихо, ты не умираешь, дыши, дыши. Ну, я, конечно, помогала там, на чуток, потом как-то вот. Как тебе, кстати, получилось расслабиться под альфа-расслабление? Ой, вообще, я очень, я была прям приятно удивлена, я очень сильно расслабилась, погрузилась, прям вообще кайф. Мне потом прям на такое было спокойствие, что я прям даже сама себе удивлялась. Да, так что тоже можешь использовать, если вдруг. Я прям даже вот ходила, и я прям как будто как оболочка возле меня какая-то, такая, я прям, вот, я как будто в каком-то вот, о-о-о-о-о-о, так. Хотя я была в этот момент на работе, у меня была возможность, я думаю, ну, здесь я могу. Хорошо, окей, значит, не будем терять время тогда, давай начнем располагать. Хорошо, значит, мы с тобой, Марина, поработаем где-то 2-3 сеанса и посмотрим, что как с тобой будет происходить. Угу. Угу. Если вдруг связь оборвется, там, ну, бывает такое иногда, ты будешь там в расслаблении в этом трансе, просто услышишь, что я буду перезванивать тебе этот звук, ну, звук правого. Укроешь глаза, сохраняя состояние, ответишь, вляжешь и продолжим с того же места, с того же, в том же состоянии. Если вдруг захочешь в туалет, тоже скажешь мне, ну, если там совсем будет там дискомфортно, скажешь, тоже сделаем паузу. Ну, вот, если вдруг что-то, какой-то дискомфорт. Кстати, тебе не холодно, там, может, плед возьми на всякий случай. Я не думала об этом. Возьми, 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 возьми. Возьми, возьми, возьми. А если я усну? Да, уж ты, конечно. Ха-ха-ха. И помни, что я тебя веду, я твой гид, мы вместе идем в направлении поиска причин и ее проработки. Да, то есть нам надо найти выключатель, который вкал-выкал, как говорится. То есть ты, как бы, ну, подконтрольный, да? Потому что ты, как бы, подконтрольный, да? Не-не-не, ты будешь все четко контролироваться, понимать все, даже концентрация внимания будет в разы больше, чем если ты бодрствующий. То есть никуда ты там не полетишь и ничего снова не случится. Хорошо, хорошо. Не волнуйся, все ситуации, которые возможны, я уже через свою группу силы и все знаю, что там, как делать, просто доверься. Мы работаем вместе, ты и я. Причем поначалу моя роль будет достаточно авторитарна, да? Ну, по мере того, как, по мере нашей работы, твое значение будет и роль будет увеличиваться. Да, понятно. Я из направляющей реорганизующей силы стану того помощника, просто проводника и консультанта. То есть я буду тебе помогать, но главное будешь делать ты от того, как ты будешь это делать, собственно зависит от того, что ты получишь. Угу. 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 Хорошо. Ты готова сделать все необходимое, чтобы достичь того, что ты хочешь избавиться от панических атак? Да, готово. Хорошо, тогда сделай глубокий долгий вдох и задержу дыхание на несколько секунд. Угу. Глаза закрыты и медленно выдох, как будто через трубочку. Угу. 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 Позволь справиться с его напряжением в своем теле. Просто позволь своему телу расслабиться максимально полно. И сейчас, Марина, находясь вот в этом состоянии. мысленно вспомни ситуацию того первого раза когда много людей клуб и ты заходишь клуб с друзьями просто ведь эту ситуацию что там происходит и ведь себя в этой ситуации смотри еще ничего там не произошло все нормально сейчас входи в себя в этой ситуации становись собой тогда там и тогда и вот ты в этом клубе много людей смотри где в теле у тебя дискомфортное чувство возникает момент когда ты громче солнечное сплетение мы живота хорошо посмотри какой формы цвет это чувство а как ты вращаешь ему давит коллет что-то там тянет пузырь какого размера сверху цвет какой то есть темно темный пузырь что хочется сделать когда возникает темный пузырь спрятаться замереть убежать или напасть что тело хочет сделать первое вот ты там и возникает этот пузырь темно сесть на пол и коленями это как спрятаться хорошо и смотри что там происходит дальше с тобой вот этот пузырь и ты там и приближайся к этому моменту когда происходит паническая атака первое хорошо сейчас почитаю туда дома окажешься автоматически в первый день своего появления на этот свет только только ради вас еще там только появилась на свои 321 ты маленькая это там вот в моменте своего рождения как тебе еще раз погромче зачем ты родилась не хочешь рождаться что тебя пугает в этом рождении что ты чувствуешь при этом где ты чувствуешь вот это чувство когда в опасно а в теле еще что-то есть каминал хорошо щелкну пальцами окажешься в моменте когда ты еще не родилась еще мама в животике там тебе будет сколько-то месяцев ты мама в животике посмотреть что-то очень важное случится там 321 ты там ты умом в животике ты еще не ради не родилась мир отдельно ты отдельно как тебе там хорошо какой ты себя там чувствуешь как таракан да а это как а плита там у тебя есть уже да это хорошо плита с конституции на этой плите откуда она пришла и для чего все что это зачем она появилась почему именно у тебя она появилась а чего защищает она спроси а чего ты меня защищаешь плита и передай мне ответ который это плита как бы эта часть тебя который тебя защищает хорошо она тебе нужна эта плита еще или нет не нужна какие-то к ней эмоции испытываешь какие-то отвращение скажи об этом выговори я чувствую то-то-то по отношению к тебе все высказываешь и смотришь на эту плиту что с ним происходит что что тоненько продолжай говори и все что что сейчас мы исчезла исчезла и как тебе там да просит проносить сети теплом этой защиты хорошо где в теле это вот центр этого тепла откуда разливается все какого цвета это тепло хорошо ты безопасности с тобой все там хорошо хорошо позволь этому чувству полностью заполнить все твое тело и место там где было это вот плита раньше посмотри спустись что там темный пузырь который был в животе что с ним хорошо заполняет у пространство этим желтым и сейчас находясь вот в этом прекрасном состоянии в этом защищенном месте расти вверх по жизни и рождаешься появляешься на этот свет как тебя хорошо и сейчас представь что ты взрослая нынешняя да марина взрослая оказываешься в момент своего появления то есть встречаешь вот эту вот девочку которую только что родилась присутся момент ее рождения посмотри вот на эту девочку возьми на руки заключение в объятия свои просто приласкает одновременно глядя себе только что рожденные глаза и когда ты замечешь что твое новорожденное я возвращаю тебе этот взгляд и просто видеть себя обратись к этому самому внутреннему ребенку и скажи что ты любишь и понимаешь ее и что поможешь ей вырасти и стать взрослым прям приставка к это вот маленькая только только рожденная марина с этой с этим благодарностью желтым чувством тепла защиты уверенности рождается ты берешь ее на руки понимаешь скажешь что ты любишь и очень радую здесь видеть в этом мире убеди свое дитя что оно пришло в безопасный мир в котором ты обеспечишь ей необходимую защиту и помощь а где именно внутри вот это сомнение какой форме цвета как кишка холодец кишка а сконстрируешься на этом чувстве в горле в этой хватце там и скажи вот а какой ты себя ощущаешь когда возникает вот это вот сомнение вот это вот кишка холодец какая-то там беспомощная может какая-то там никчемная да никчемная никчемная хорошо давай сейчас пока младенца этого оставим там допускай он наслаждается а мод с мамой все она с мамой там сконстрируйся на этом чувстве когда ты никчемно никому не интересная где это там горле это да а вам истинно сконстрируйся на этом чувстве было что-то что послужило причиной того что ты начала в таких ситуациях испытывать сомнения в себе чувствую себя никому не интересной и чемный поэтому сейчас констрируешься на этом чувстве 5 образа пропадает а чувство остается 4 это чувство начинает вести себя с собой вниз вглубь 3 сознанием спать все ситуации связано с этим чувством 2 еще ниже и глубже настолько глубоко что когда я скажу причины все покупать им ты окажешься ситуация которая стала причиной этого чувства вот этой никчемности 321 ты там смотри где оказываешься как выглядишь внутри или снаружи одна ли с кем-то по ощущениям смотри что будет приходить тебя будь там ходи в эту ситуацию входи в себя в этой ситуации и расскажи мне что там с тобой происходит что вызывает у тебя это чувство никчемности где все смеются скажи там по ощущениям это чувство она впервые у тебя возникает или знакомые уже впервые да хорошо какие-то нам выводы делаешь о себе о мире там о людях момента может быть как нечеловек да как решила вести себя реагирующим в подобных ситуациях в будущем закрываться молчать да что еще посмотри поверх по жизни как вот реагировал в подобной ситуации когда чувствовался никчемный и тупой а закрываться то есть не проявлять себя да проще говоря скажи а как ты решила чувствовать себя подобных ситуациях когда вот никчемная там боятся обижаться винить стыдиться злиться быть одинокой скучать грустить вот что-то что из этого как все чувствуете жил подобных ситуаций ну что откликается там боятся когда никчемная боюсь обижаюсь винил стыдю винишь окружающих злиться быть одинокой стыдиться скучать грустить что-то может еще там очарование скажи а как решила получать любовь и одобрение чувствуя себя никчемной тупой объектом насмешек покупать чтобы почувствовать себя более значимым почувствовать себя лучшим или развлекать чтобы кому-то понравится или угождать чтобы тебя похвалили приняли быть для всех хорошей такой мини к девочкой достигать чтобы тебя оценили также заметили как ты решила компенсировать вот это вот и покупать покупали что-то в ущерб себе делая чтобы доказать что я кто-то есть я кто-то бачу я не брел наверное разведал хорошо посмотри вверх по жизни вот с этой ситуации с девяти десяти лет где тебе это мешало где помогало в жизни вообще все выводы решения что ничемная тупая объект насмешек не человек все вокруг какие-то вот черти как будто там закрываться и молчать не проявлять себя бояться винить окружающих одинок и злиться разочарованием покупать угождать развлекать достигать как тебе это в жизни где-то помогало вообще нет наоборот хорошо сейчас констрируйся на этом чувстве когда вот над тобой смеются и мама говорит какая же ты тупая какая же ты тупая чувствуешь это ощущение да где она в барле на хорошо констрируйся на этом чувствуешь и сейчас и ощути разницу между вибрация этого чувства и всего остального тела да то есть как оно выделяется и сейчас принимая вот эту вибрацию этого чувства всем телом распасти пускай она растекается на все тело и начиная изнутри наружу выражать вот это чувство все что там не выражено как бы особо высвобождает его можешь продышать также там что хочется позволить все тело вот сделать все что он хочет сделать может там провибрировать там прокричать может простучать может подушку покричать там или что вот все что просится задача чтобы это чувство высвободилось сейчас ты тупая и вот это чувство ты его не подавляешь себя не запихиваешь глубоко чтобы его не а наоборот его она хочет освободиться на выпусти его принимая вибрацию всем телом при можешь провибрировать на чувствуешь как она все в руки в ноги уходят и высвобождать постепенно постепенно ты тупая какая же ты тупая как ты не можешь решить все смеются родственники бабушки там все смеются какая же ты тупая ты маленькая беззащитная там и принимаешь все на веру и вот этого чувства возникает скажет тупая меня не принимают такую на выражай вибрируй выражая вибрирую выражая да не подавляешь а наоборот даешь волю всем чувствам хочется плакать плач хочется там кричать кричи хочется стучать стучат все что там просится вибрирую выражая все что сейчас хочет какая же тупая мама говорит нет идет процесс сколько там сейчас процентов этого чувства остается если было 100 30 хорошо а что хочется сделать когда он тебе мама говорит какая же ты тупая и все смеются спрятаться замереть убежать или напасть ну как на напасть или что давай еще смысл нападаешь на них всех нападаешь на кого хочешь и внутри наружу выражаешь эти вот 30 процентов принимаешь эти 30 процентов оставшихся этого чувства начинаешь нападать выражая все что там не выраженное внутри и делаешь это все мысленно поэтому то есть плохая там не любишь шаги родители там просто ты это мысленно делаешь чтобы освободиться от этого и только хорошо снова ты там решаешь мама тебе попросила там решить задачку какую-то примеры там да у тебя не получается что-то неправильно опять какая же тупая смотри сколько этого чувства остается там сейчас смеются все хорошо сейчас высказываешь вот сейчас мама и вот все кто там они должны выслушать все что ты им скажешь сейчас высказывай все что ты чувствуешь по поводу того что там произошло по поводу того что сказала мама там как все отреагировали родственники как смеяться на тебя начали скажем полностью слух высказывая своих чувствах которые ты ощущаешь с кем первым с мамой хочешь поговорить говори маме слух высказываешь ты тоже слышал что было понятно была ситуация а ну вообще кофик это все эти задачки зачем вообще это все нужно мне как ты надо делать и постоянно вновишь меня вновишь что не так это не то что тебе не там зачем ты меня вообще развела тогда почему чтобы так издеваться надо мной все достали все я лучшая я самая лучшая самая умная не хочу уйти расскажи что ты чувствуешь по поводу того что там случилось что мама сказала что ты почувствовал расскажи о своих чувствах и родственникам мне обидно мне обидно что ты чего ты это делала и чем что ты хочешь доказать я тебе не меня постоянно постоянно говори что я обидно постоянно говори что я обидно что я окружаю что я вовсе он всегда виновата для чего зачем ты мне это говоришь что ты чувствуешь себе скажи при этом хорошо сейчас становишься своему мамой олей ты мама оля с мариной дочкой ольга скажите вы любите свою дочь марину а вы себя любите вы себя не любите скажите вы хотели вот как-то вот специально вот нанести какой-то вред вот чтобы ваша дочь почувствовала секунду никчемный тупой вот как не человеком и вот унижать вам для чего вы это все делали хотели как-то и унизить или это просто неосознанно а если вы ее не можете унизить какой вы себя чувствуете в этот момент если она на равных как минимум с вами марина какой вы себя ощущаете мама оля у вас есть вот эта никчемность ольга расскажите вашей дочери о своих чувствах о том что что внутри вас чтобы она вас поняла а вас любили вы получили вас вас не научили не показали как того с вами также обращались да вы просто не знает а если вы проявите свои чувства обнимите вот по стыдно у вас в вашем мире проявлять свои чувства это стыдно а чем опасно вот если стыдно если вы проявляете свои чувства к вашей же дочери чем это опасно для вас что тут опасно ну проявили обняли приласкали защитили то есть вашей реальности это неправильно вы проявляете свои чувства руки понимая все это вы можете попросить прощению вашей дочери марина за то что вот из этого чувства стыда вас это его собственное несчастье вот этого несчастного состояния вы такие унижали вот так вот и и оскорбляли заставляли чувствовать себя какой-то никчемный интересный не человек вы просто как мама скажите готовы ли вы попросить прощения неважно что она вы вы отдельно она отдельно вы свободного бег вы можете попросить прощения осознавая вот тот момент что вы сами внутри несчастные для вас это вашей реальности вот проявлять чувство это вот не принято так было и вас не научили этому как не дали примера вашей мамы там бабушки не готовы попросить прощения а если вы попросите прощения за что придется взять соответственно с чем придется столкнуться но покажите слабости что что случится если вы попали ну вот покажете вы слабый свой и что тогда что если вы вашей дочери покажется свою слабость что она ну так вы расскажите об этом проще я слабые внутри поэтому я вот прошу тебя прощения за свою слабость просто попробуйте скажите вслух марина прости меня пожалуйста за то что я за свои слабости так тебе унижала так чтобы вела себя дальше что там еще хотите добавьте стань сейчас всеми но одним сознанием всех этих людей и от имени всех этих людей отвечает почему вы начали смеяться над мариной когда я мать начала вот обзывать унижать из-за мамы то есть вы смеетесь с мамой они скажи скажите девочки все что вы чувствуете по поводу того что происходит она тупая разве никчемная марина вот вы родственники что вы можете марине сказать вот по поводу того что на чувство всякую тут никчемный тупой объектом насмешек ничего не человеком там закрывается молчит не проявляет себя боится что вы можете сказать и там маленький хорошая ты хорошая ты добрая хорошая ты неудачка если что-то сейчас не получается обязательно не получится ты просто любовь да не надо бояться глядя на все это со стороны понимаешь ли ты что ты там ошиблась решив что ты никчемная никому не интересная и тупая да что с тобой все в порядке готовы ли ты простить себя ту маленькую 90-летнюю которая ошиблась решив что вот сейчас ты взрослый нынешняя оказываешься там с этой девочкой маленькой и делаешь все чтобы ей стало хорошо и спокойно защите ее от мамы там от насмешки что на человек она способна и до до да да что то еще спасибо вам что не надо не обращать внимания ага какого в этом ага 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 а понимать что это человек для него и своя точка зрения что ему и своя понимание свое то есть он тоже личный и он человек который имеет права на свое асме но не брать на себя это ты девчонный девчонки ты нормальный сформировавшийся человек личный который достойно самого лучшего и не обращать внимания для этого аааа вот какие новые решения ты там можешь принять вместо закрываться молчать не проявлять себе бояться винить окружающих быть одинокой завица разочаровываться покупать развлекать угождать достигать чтобы компенсировать эту никчемность это неинтересно вот новые решения для себя можешь какие принять чтобы чувствовать вместо вот этих старых чтобы чувствовать себя уверенно спокойно и комфортно там где раньше было вот это вот ни в чем из каких-то сомнений в себя проявлять себя может быть начать да я хочу проявлять себя но она себя сделала тебе нужно вот какие-то решения новые для себя принять там 9-10 лет когда там вот это все произошло там ты отреагировала вот так вот да а можно было по-другому вместо того чтобы там подумать что я никчемная тупая там какой-то новый вывод на самом деле это с мамой что-то не так если она себя так ведет а я человек у которого все получается способная умная и в таких ситуациях я когда вот меня так пытаются унизить оскорбить там да я вместо этого наоборот проявляю себя и вот можешь закрываться можешь не бояться что-то другое например вот что ты можешь для себя выводы решения принять решение именно как реагировать и чувствовать себя в подобной ситуации чтобы тебе было хорошо комфортно самой себе понимаешь выставить границу выставить границу да да не волчать без нее без нее позитивные только говори злиться там разочаровываться вот здесь вот тоже что-то ну посмотри что что тебе здесь стоит бы изменить стоит ли тебе покупать компенсируя свою уничтоженность неинтересность развлекать также но в ущерб где-то себе угождать угождать тебе нужно всем подряд вот прям чтобы прям только не почувствовать дали а что-то еще пока слово хорошо вот смотри сейчас этими новыми выводами и решениями снова входишь в ситуацию пришли родственники, там мама мама тебя просит порешать какие-то там примеры, задачи но ты уже понимаешь, что все человек, у которого все получается способна, умная, что вокруг обычные люди со своими проблемами и взглядами ты можешь проявлять себя, выставлять границы говорить, жить с удовольствием для себя вот смотри, как сейчас ты реагируешь мама что-то там дает ты решаешь, делаешь ошибки, и мама говорит боже, какая ты тупая, как же можно было так решить как реагируешь ты так со мной разговариваешь нет, я не тупая, я не хочу этого сделать сейчас есть другое время но не сейчас сегодня дыхать и хочу наслаждаться погодой, природой не хочу этого делать как ты можешь так с мамой разговаривать мама конечно еще бы уже тут не слабая девочка с ней супер, и сейчас положи руку на место, где там было это чувство в горле, да, это она вслух пропускаю через себя через это чувство, повторяешь за мной я признаю разницу между этой ситуацией и другими ситуациями в моей жизни Я признаю разницу между этой ситуацией и другими ситуациями в моей жизни. Я признаю разницу между этой ситуацией и другими ситуациями в твоей жизни. Да. Ну, то есть, повторяю, просто послушайте, потому что эта ситуация могла повлиять на всю твою жизнь. И теперь ты отпускаешь эту ситуацию и можешь теперь реагировать по-новому, спокойно, уверенно, комфортно, даже дерзко где-то, если хочется. Да. Во всех похожих ситуациях в своей жизни дальше. Хорошо. Я действительно за гордость пошел. Ага. Супер. Давай там еще пару этапов осталось. Сил есть еще? Хорошо. Тогда сейчас мысленно растешь с этой ситуацией, с этой ситуацией вверх по жизни и проверяешь вот эти новые установки и решения, выводы о себе, как во всех ситуациях, которые у тебя там были еще по жизни. Похоже. И реагируешь по-новому. Спокойно, уверенно, комфортно, проявляешь себя, выставляешь границы. Там, где раньше у тебя была вот эта никчемность, вот где-то там закрывалась, разочаровывалась. Задание понятно? Да. Как там? Вообще круто, весело. Хорошо. Сейчас вот в этом веселом настроении возвращайся к той новорожденной, помнишь, которую ты ловила, но ты сомневалась в себе. И вот сейчас снова возьми ее на руки, прижми к себе вот эту новорожденную. Как она, кстати? Он устал. Ага. И тихая прям. Как будто ей какого-то не получится. Завери вот ее, объясни, что ты понимаешь ее, любишь ее, и что будешь защищать, оберегать ее, слышать и слушать ее везде, что она будет расти в такой атмосфере любви и безопасности, что ты будешь ее защищать, оберегать. Что ей не нужно там бояться сейчас в людных местах или еще что-то, что ты будешь. Можешь ее теперь защитить. Можешь справиться с абсолютно любой ситуацией. Сегодня самый счастливый день в ее жизни. Она нашла тебя, ты нашла ее. Как она, эта девочка? Так. Признаем. Угу. 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 И сейчас возьми эту девочку и помести в себе в сердце. Теперь вы вместе. Ты не одиноко уже. Угу. 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 Чувствуешь? Чувствуешь? Да, да. Сохраняя это. И вот сейчас, с этого момента мысленно расти на год вперед. Вот. Мысленно на год вперед и смотри как меняется. Вот. Позволяй себе реагировать вот по-новому. Во всех ситуациях, вот уверенно, комфортно, проявляешь себя, да? Угу. Угу. Во всех ситуациях, где раньше у тебя была вот эта вот никчемность, как ты речь тупая, вот это вот. Да, ну вот это есть набор. Угу. Угу. Замечая, как позитивно меняется твоя жизнь и замечая, чего теперь можно достичь, когда реагируешь по-новому. Понимаешь, что там маленькая ты когда-то ошиблась, и это вот до 33 лет тебе там вот так вот это отражалось в твоих реакциях, поведениях, восприятия себя и мира. И вот сейчас смотри, как меняется твое восприятие, реакция и жизнь, когда ты реагируешь по-новому. Из каждой ситуации реагировать по-новому будет все легче и легче, потому что твой мозг переобучается. Угу. Задание понятно? Да, да, да. Давай. Когда растешь, скажешь. Хорошо прочувствую, как теперь меняются твои реакции. Панические атаки там есть где-нибудь? Нет. Все хорошо? Да. Как тебе с людьми там в общении? Да. Вот, как ты делаешь. Прямо что, как бы, я, что для меня важно, это граница. Я все общаюсь, но у меня в голове есть уверенность, и люди меня слышат, они понимают, они меня воспринимают по-другому. Смысл жизни есть? Появился? Да. Угу. Хорошо. И вот сейчас проживи еще десять лет мысленно. Давай еще с 22 года, еще до 2032 года проживи. Посмотри. Да. Ну, проверь, как там вообще, правильно ли ты выбрала для себя вот эти все новые установки, убеждения. Я повторю. Теперь там, где раньше было, это никчемность какая-то вот со всеми этими вытекающими. Ты человек, человек, да, со всеми, в смысле, которые встречаешь, у которого все получается, которая способная и умная, которая проявляет себя, выставляет границы, говорит, живет в свое удовольствие и для себя. И у тебя обычные вокруг люди со своими проблемами, взглядами. Вот. И сейчас живи. Вот. И смотри, как там через десять лет. Да, все. Я здесь. Угу. Хорошо. Ну, как там? Круто. Я даже эти лебашню видела. А что ты? Эти лебашню видела в Париже. Отлично. И дети мои уверены. Все изменения вступают в силу, все процессы исцеления продолжаются. Три. Угу. Чувствуешь полностью комнату, в которой находишься. Четыре. Угу. Это теплое чувство, желтое растекается, вот которое у тебя было. Как это было в новом животике, вот это когда родилась благодарность, оно сохраняется. Угу. И пять. Можешь открыть глаза, потянуться. Париже и сразу все резко не вставай, а то может голова закружится. Ну да. Я прям довольна собой, что я переживала за то, что я не смогу войти в это состояние. Что я не смогу. Я, ну, какой-то вот бояни того, что я не смогу туда проникнуть. Я же никчемная. Да. Как у меня может получиться. Да, да. Это удивительно. Это удивительно. Просто для меня сейчас это реально вот этот шок, что-ли. Я, ну, как это происходит, я не знаю, это круто просто. Я, вроде бы, понимаю, что я говорю, что происходит, но это все, ну, это какое-то волшебство, честно. Такое, какое-то... Да, вот эта проработка с горлом, я когда вот мы ее убрали, я когда отдохнула, это как будто, когда воду пьешь, и ты чувствуешь, когда у тебя прям воздух. Ну, ты прям вошел. Ну, а так как бы я, ну, вот, на данном нет, я просто удивлена, что это вообще произошло. Я понял тебя. А плита, ты оказалась у мамы в животике, когда ты этой плите высказала все, что ты чувствуешь к ней, да? Да. Оно вот как, да, вот как наливается уксус в соду, и вот он как сипит и растворяет. То же самое произошло вот здесь. Оно как-то вот хоп и исчезло. Ну, это с этой плитой у тебя были панические атаки связаны, когда она давила, да, вот начинала? Да. По ощущениям. Я вот, да, да, вот, я вот не знаю, как это здесь эти панические атаки, вот, в моем представлении, это вот плита, которая вот квадратная, которая на асфальте, вот надеялись. То есть, вот эта у меня отписывается. А вот, вот эта плита, которая внутри была, она, вот, не логучая в жизни, как это, как оно. То есть, оно тоже, как бы, давило, но у нее какая-то, как будто своя была миссия, вот. Тоже, типа, защита, но от чего? Типа, вот, ну, вот от радости, что ли. Вот такая была. Типа, а вот конкретно от панических атак, это вот эта христа, которая у меня, ну, спальтированная. Хорошо. Тогда наблюдаешь, что там будет с тобой в ближайшее время. Напиши, там, через три дня. Смотри, три дня тебе может поколбасить, ну, может поколбасить, там, завтра, после завтра, там, плакать, может какая-то депрессуха начнется. Это нормально, то есть, ну, перестройка происходит, организм просто может немножко что-то фрустрировать. Да, да, да. Вот. Ну, а может все нормально. А как с этим справляться? Ну, просто переждать, просто подождать. Ну, понимать, что это нормально, да? Да, 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 то есть, не пугайся, может такое, может быть, может не быть, это все индивидуально. Да, да, да. Если вдруг что-то такое будет, слезы какие-то могут быть, это хорошо, значит, ну, процесс продолжается у тебя еще. По инерции там все еще перестройка эмоциональная идет, тело перестраивается. Вот. И через три дня, получается, ты не напиши, когда уже, по идее, это все там 23-го, напиши мне, что, как самочувствие, там, что, как вы понистили атаки, как сон, что там, меняется, не меняется, остается, остается, что как это. А я могу вот голосовой записать, нет, как лучше? Ну, можешь, ну, лучше, лучше, чтобы какой-то у меня скрин был. Да, 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 я поняла. Ну, да, чтобы ты своих там где-то как-то, да, поняла. Я, казак Марина Ярославовна, даю согласие на использование всех видео и фотоматериалов с моим участием в информационных и иных целях. Настоящее согласие дает право Александру Барановскому в дальнейшем использовать мои изображения и воспроизводить фрагменты видеозаписей наших онлайн-сессий в интернете на безвозмездной основе. 15 мая 2021 года.